В связи с ситуацией буду рад, если вы подпишитесь вот на вот эти вот ресурсики, если у вас есть такая возможность. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Нет, конечно же, это шутка. Этот парень не был из тех, кто любит жить. В общем, всем здорова. Это Эван и его цыгане. Впрочем, наверное, вы меня опять заждались. А я как всегда. На самом-то деле, все не так уж и просто. У меня сломался пенсил от айпада, и я такой, зачем заканчивать видео, если я не смогу нарисовать спрайты? Поэтому я решил сегодня нарисовать их в дигитале нормальном, и вообще порисовать диджитале. Просто вообще, вау, нонсо за лето. И не пугайтесь, здесь я приложу спидпейнт и просто поболтаю своим подкастным подкастом про жизнь и не только. Для начала я просто объясню, чем я тут буду сейчас заниматься, в плане того, что происходит на экране. Я, короче, зашел на свой арт-стейшн и такой, господи, почему у меня там рисунки из 2019 года? Они выглядят просто убожески. И я такой, блин, а почему бы их не обмазать и не положить обратно на арт-стейшн, чтобы чисто сделать вид, что я хороший художник и все в этом духе? Короче, план надежный, как швейцарские часы, учитывая то, что в последнее время я особо в диджитале да и не рисовала. Опустим этот момент. Также есть небольшая странность. У этой картинки, на самом деле, огромная предыстория. Я нарисовала ее еще в 2018 году, а в 2019 году я ее обмазала, сделал типа как получше немножко. Да, она, конечно, выглядит получше. Я тут приложу на экране, как это выглядело раньше, как это стало выглядеть позже. И, наверное, сразу покажу, как это выглядит сейчас. Ну, короче, не знаю. Меня почему-то иногда переклинивает, я занимаюсь подобной ерундистикой, лишь бы не делать то, что я должен делать. А делать я до хрена чего должен. В общем, как всегда. Ах, да. Кстати, если кто-нибудь напишет, что раньше было лучше, я лично забаню вас, блин, в комментариях навсегда, потому что пошел нахер, козел. Я немножечко не в настроении для разборок и принятия критики, так называемой. Что ж, а теперь давайте о жизненном. И байт на комментарии. Как вы провели лето? Я, например, его просрал в огороде и на подработках в деревне, где я доил коров, помогал открыть крышу. И, в общем, занимался всякой странной хренью с абсолютно несвойственной мне работой. Но это был интересный опыт. Кстати, завтра сентябрь. И он горит. И я соболезную всем тем, кто выходит на учебу. Вот. Земля вам пухом. С другой стороны, мне так злорадно приятно от того, что я такой сижу, я уже пять лет как не учусь. И я такой, типа, вау. Нет никакого чувства студа и ответственности. Нет никакого чувства обязаловки. Ну да, есть другие какие-то стрёмные штуки по жизни, которые очень сильно напрягают вроде обязанности найти себе работу, как только я вернусь в Москву. И всё такое. Но мне не нужно никуда ходить, ничему учиться. Мне не нужно делать домашки. И это такой кайф. Вот серьёзно, отучитесь чисто ради того, чтобы потом получить вот это вот офигительно кайфовое ощущение того, что вы свободны. Как ветер. И что больше никто не несёт за вас ответственность, кроме вас самих. Ну, я думаю, те, кто сейчас вот в этом году учебном будут заканчивать учёбу после школы, после колледжа, после института или всего сразу. То есть эти чуваки, которые учились большую часть своей жизни, сознательной и несознательной, я думаю, им будет сейчас сложно. Просто, ребята, крепитесь. На самом деле это будет не так уж и страшно. Вы просто закончите учёбу, найдёте себе работу, по профилю или не по профилю, не важно. Будете жить спокойно, и вам больше не нужно будет мучиться, и вам никто не будет свешивать работу на дом. Это так приятно. И вы сможете посвящать послерабочее или, возможно, даже рабочее время тому, чтобы саморазвиваться. Это же так клёво. Главное, не устраивайтесь на каторшную работу. Хотя тут кому как повезёт. Просто удачи вам в жизни, ребята. Крепитесь, держитесь. Вы всё сможете. Ещё я тут в телеге у себя спрашивала. Кстати, подписывайтесь на мою телегу. Там есть рисунки, там есть плоды моего огорода. Какие-то странные вбросы по поводу того, как я читал китайскую манхуа новеллы. И вот это вот всё. Вот. Короче, подписывайтесь, заходите. И я там задавал вопрос. Типа, а чё, кого есть какие-то вопросы по поводу учёбы и всякое такое? Ну, и такое, типа, думаю, отвечу. Ну, сейчас посмотрим, что там есть. И самый основной вопрос, который там чаще всего появлялся, это вопрос о том, сколько классов я закончил? 9 или 11? И ответ. Я никогда не скрывал, что я закончил 9 классов. С трудом. Огромным трудом. На самом деле, я не вижу в этом ничего ужасного. Потому что, например, когда ты поступаешь в колледж, ты всё равно проходишь эту программу 10-11 класса. Так что ты не остаёшься каким-то там недообразованным индивидом и всё в этом духе. Так что, как бы, не нужно судить ПТУшников. ПТУшники нормальные ребята. Ну, ладно, ладно, не ПТУшники. Студенты колледжей. Ещё один довольно актуальный вопрос. То, что люди спрашивают, типа, как выбирал профессию, там, типа, как поступал вообще, вот чё мной двигало. Скажу так. Я в 14-15-16 лет такой, типа, блин, дизайн это почти рисование. Я хочу стать дизайнером. Конечно же, я не поступила на дизайн. Я не жалею об этом. Потому что сейчас я понимаю, что дизайн и рисование это абсолютно разные вещи, которые друг друга особо-то не касаются. То есть, ты можешь быть хорошим художником, но хреновым дизайнером. Или хорошим дизайнером, но вообще не умеет рисовать. Это две вещи, которые, ну, в принципе, относительно близки тем, что это подход к креативности, какие-то навыки. То есть, ты умеешь работать руками более-менее. Но это абсолютно разные сферы. И просто, ребята, вот, ребята, вот, молодежь, пожалуйста, не нужно так же думать. Прежде чем куда-то поступать, разберитесь в нюансах профессии, в которые вы хотите полезть. В итоге, разочаровавшись в дизайне, я поступил на анимацию в театрально-художественно-технический колледж в Москве. Вот здесь уже мной двигало вот что. Я хотел делать комиксы. И поэтому, кстати говоря, я шел в дизайн полиграфический, в полиграфический колледж. Потому что я думал, что если я хочу делать комиксы, то мне нужна полиграфия. А что у нас есть рисовательная в полиграфии, кроме иллюстрации, на которые я никогда в жизни не попаду? Конечно же, это дизайн. В общем, как-то так. Такая у меня была дурацкая логика. Ну и в итоге я такой, блин, что-то какая-то шляпа. Ухожу. Я обиделся. И поступаю на анимацию. Потому что на анимации как раз-таки она очень близка к комиксам. То есть ты там проходишь какую-то часть. Режиссуру тебя учат. Максимально быстро и качественно рисовать целую кучу всякого контента тебя учат. Дизайнить персонажей тебя учат. Работать со сценариями. И вообще тебя именно в эту сферу образовывает. Да, она, конечно, киношная. Но ты можешь, умея делать раскадровки для кино, но в принципе более-менее научить их складывать кирпичик по кирпичику и делать комиксы. Так что я уже пошел туда с такой целью. Признаюсь честно, я не разочарован. У меня в принципе, несмотря на то, что у меня было очень хреново с посещаемостью и вообще, я такой себе студент, я такой себе ученик всю жизнь, я не сосредоточен. И меня максимально хватает на месяц с начала учебы. То есть весь сентябрь я стараюсь посещать колледж, я стараюсь делать домашние работы, а потом я просто ложусь и в спячку до лета. И все. На этом мои полномочия окончены. Но тем не менее, несмотря на то, что я хреновый студент, я не могу ничего плохого сказать про колледж, в котором учился. Потому что там был классный контингент, были прикольные ребята, были хорошие преподы. И в принципе, несмотря на то, что программа частично такая устаревшая, и часть приходилось осваивать самостоятельно, если ты был реально заинтересован в том, чтобы делать анимацию. Это, блин, тебя все равно поддерживали преподы, помогали тебе развиваться. Короче, классное место было. Но! Еще и к вопросикам. Какие предметы у меня были нелюбимые и любимые? Нелюбимые предметы. Из колледжа. Конечно же, театрально-сценическое движение. Сцендвижение. Вот. Это было просто кошмарно. То есть ты приходишь, тебе нужно по заданию изображать эмоции. Тебе нужно изображать, например, гусеничку, бабочку, пандочку. И, в общем, тебе выдают какие-то странные задания. И, в итоге, я просто пришел на эти пары, по-моему, два раза или один даже. И больше не появлялся. Просто с меня хватит. Нет, нет, нет. Что угодно, только не сцена. Нет. Ни за что. Вы меня не заставите. Второй мой нелюбимый предмет. Это литература. Но, если честно, это еще флешбеки со школы. Потому что в школе у меня была не очень такая приятная преподавательница русского языка и литературы. Которая, в принципе, была такая, типа, у, блин, вы все тупые, особенно вот ты, Эван, тупой, вообще капец. Просто вообще русского языка не знаешь, разговаривать не умеешь, пишешь ты хреново, и вот в этом всем духе. Хотя, нет, в принципе, изложения у тебя не так уж и плохо получаются из сочинения. Ну, короче, это было кошмарно. И, когда она вела уроки литературы, она делала это настолько скучно, что у меня выработался рефлекс. Урок литературы? До свидания, я пошел спать. Вот просто я, правда, я мог сидеть и такой, типа, я должен слушать, я должен писать конспекты. И я просто хренак лицом в парту и с огромным грохотом. В общем, литература это не самый мой любимый предмет. А вот из любимых предметов именно с учебы у нас была такая штука, как киноведение, оно же история кино, медиаведение, история анимации. То есть это такой дополнительный курс истории для студентов-аниматоров. Это было прикольно, потому что на парах мы сидели, смотрели мультики, а потом разбирали. Вернее, преподаватель нам объяснял, типа, как это делается, и типа вообще за стилистики исторические пояснял, как это все работало, как представляли, как стилизовывали. Вот это вот все, короче, было прикольно. Единственное, что ухреначивало эти пары просто в ничего, это то, что... Хотя вот я сидела на последней парте, и нифига не было слышно. Преподаватель просто что-то бурчал себе под нос так тихонечко-тихонечко. И просто, чтобы что-то слышать, нужно было всей группой так столпиться вокруг него, и только тогда можно было что-нибудь понять, к сожалению. В остальном, если честно, я не очень-то и помню, что мы проходили, какие предметы вообще были. Я просто такими отрывками какими-то помню свою юность. Поэтому вот мне сложно судить. Так что, если вы хотите спросить это у кого-нибудь, то спросите у кого-нибудь того, кто нормально учился в колледже. В этом колледже, в том числе. Если что, опять же повторяюсь, колледж это ТХТ-60, он же ТХТК. Ну, что еще я могу сказать в преддверии первого сентября? Я больше на вопросы именно из списка тех, что задали, особо отвечать не хочу, потому что там очень много вопросов, а-ля там про травлю в школе, про какие-то такие события в жизни, какие-то трэшовые случаи с учебы. Но, если честно, я не особо вижу смысл уделять внимание таким штукам, по крайней мере, в этом подкасте и вообще. Так что, сейчас под конец у меня есть для вас предложение. Я могу сделать для студентов-художников, которым выдают списки того, что нужно прикупить для того, чтобы учиться, список альтернатив. Например, какой акварель можно взять вместо пресловутых белых ночей, которых рекомендуют чаще всего. Какая будет подешевле, какая будет покачественнее, но, возможно, дороже. Про бумагу, потому что, в целом, да, могут советовать какие-то испытанные временем штуки, но все мы прекрасно понимаем, что испытанное временем это не то, чтобы хорошее зачастую. Это просто привычное. Но дело в том, что, когда ты учишься, довольно важно качество материала, с которым ты работаешь. Так что, если материал, кажется, проверенный временем, но хреновый, или который вам не подойдет, с которым вы не подружитесь, или как-нибудь бумага будет не дружить, у вас с акварелью будет все скатываться, комкаться, и вы такие, типа, нет, ненавижу акварель. Или про песок в карандашах, что бывает тоже часто, и это мешает делать академические рисунки, опять же, короче, я могу забацать вам список штук, которые подходят как альтернатива для учебы. Ну, а также, в принципе, у меня тут лежат незаконченные обзоры, незаконченные в первую очередь, потому что я сейчас зашиваюсь с рисовательными долгами. И, то есть, мне немножечко недорисование всяких штук для себя. Ну, то, что было здесь в SpeedPaint, это, наверное, исключение. Еще из-за того, что iPad накрылся, и вообще, я не знаю, что мне делать, скоро, опять же, в Москву ехать, искать работу, и я просто такой сижу, блин, когда я буду все это заканчивать. Но при этом мне хочется все это закончить, потому что, вот честно, вот то, что я там уже налепила, довольно интересное, в том числе, по выводам, которые я сделал в использовании красок, которые мне пришли на обзор. Еще мне предлагали планшет на обзор, но я пока что как-то отрулил, не согласился, и, в общем. Вот, есть что обзирать, есть что показывать, но, блин, реально некогда все это заканчивать, я обужусь, в общем. Вроде как я давно уже не школьник, не студент, но каждую осень почему-то вот эта штука все равно умудряется накрыть. Возможно, потому что после многих лет учебы, лето, это такая пора, которую ты уже как-то автоматически воспринимаешь, как такая фигня человая, когда ты можешь просто неделю лежать и ни хрена не делать, особенно если ты условный фрилансер, блогер или типа того. Но потом как-то спохватываешься и такой, блин, я же должен был месяц назад сделать то-то, вот это, вот это. На прошлой неделе я должен был сделать вот это, а на следующей неделе мне вообще проект сдавать, и ты такой сидишь, господи, зачем я отдыхал. Вообще, накрывает все-таки, к сожалению. Ну, что ж, спидпейнт подходит к концу, и мне просто нужно это как-то закончить. Короче, всем учащимся я желаю удачи в будущем учебном году, всем тем, кто идет работать, я желаю отличных рабочих будней, чтобы вы там не выгорали, не вымораживались, все было в порядке у вас. Себе я желаю не уехать крыши еще дальше, потому что это уже, капец, это уже за грани добра и зла. Ну и, блин, еще закрутки делать надо, какой ужас. Ладно, всем пока.